Итак, файл на 5846 объектов закачан, его свойство объем составляет 1.6 гигабайта, сам архив содержит 5846 объектов. Выполняем обновление. Новых обновлений нет. Проверяем версию продукта. Версия продукта в связи с выпуском патча была возвращена на 21.1.2. Параметры. Еще раз смотрим настройки продукта. Защита во время загрузки агрессивная. Защита в реальном времени автоматическая включена. Кэширование выключено, чтобы сканировались все файлы. Сканирование съемных носителей включено. Сонар включен. Расширенный режим сонар агрессивный. Автоматически удалять угрозы. Спросить. Если меня нет, только с высокой достоверностью. Показывать уведомления о блокировках сонар. Показывать все. Ранний запуск. Защита от вредоносных программ включен. Сканирование сжатых файлов включено. Удалить. Спросить. Сканировать Microsoft Office приложение включено. Сканирование на наличие руткитов и скрытых объектов включено. Сканирование сетевых дисков включено. Эвристика агрессивная. Сканирование на наличие следящей скуки удалять. Профили быстродействия. Полное сканирование. Сканирование электронной почты на наличие вирусов включено. Сканирование мгновенных сообщений включено. Угрозы с низкой степенью риска спросить. Элементы, исключенные из сканирования. Таковых нет. Элементы, исключенные из автоматической защиты и сонар. Таковых нет. Сигнатуры для исключения из всех операций сканирования. Таковых нет. Inside Protection включено. Защита от программ шпионов включена. Обновления включены. Импульсные включены. Интеллектуальное описание выключено. Применять обновление только при перезагрузке выключено. Выполняем разархивирование. Процесс начинается. Начинается автоматическое распознавание файлов. Происходит анализ распакованного. Процесс распаковки закончен. Проверяем папочку. Сейчас папка содержит 5802 объектов в 26 папках. Часть объектов уже отсутствует. Прошло некоторое время. И файлов в архиве содержится 5694. Итак, прошло около 20 минут. В папке содержится 5155 объектов. Но, надо сказать, неспешно исчезают файлы. И проверка может затянуться надолго. Я предлагаю выполнить многократную проверку данной папки. Помочь программе при помощи Norton 360. Уведомления о небезопасности появляются периодически. Но, тем не менее, сканирование пока не выявило никаких угроз в данной папочке. Так, первая реакция. Была обнаружена угроза. Рекомендуется удалить эту угрозу. Может привести к закрытию браузер. Пускай удаляет. В настоящий момент папка содержит 5051 объект. В настоящий момент обнаружено 25 угроз. Из них эвристика обнаружила 3 объекта и 22 вредоносных объекта. Произошло добавление угроз. Программа показа рекламы. Угроза безопасности. Еще добавилось некоторое количество объектов. Всего обнаруженных в настоящий момент 92 объекта. Когда как сама папочка содержит 4535 объектов. Прошло еще некоторое время, папочка содержит 2940 файлов. Прошло еще некоторое время и папка содержит уже 1936 объектов. Ну а сканирование, которое я запустил, обработка продолжается достаточно медленно. Видимо это связано с тем, что автоматическое сканирование пересекается с сканированием по требованию. Плюс ко всему надо учитывать, что все-таки это работает виртуальная машина. Поэтому на какие-то накладки могут быть. Тем не менее количество файлов, которые осталось проверить, уменьшается. В настоящий момент мы наблюдаем, что осталось обработать около 2000 файлов. И обнаружена угроза безопасности 2430 и по категориям. Сама же папка в настоящий момент на остатке содержит 932 файла. Прошло еще некоторое время и мы видим, что в папочке остается 360 объектов. Всего обнаружено угроз при сканировании по требованию уже 3140. Программе остается проверить уже менее 100 файлов. Всего угроз перевалило за 4000. Ну и здесь по различным видам. В том числе эвристика свыше 500 объектов. Завершается сканирование по требованию. Автоматическое сканирование все еще продолжает обнаруживать угрозы. По категориям найденного можно говорить о том, что из 4097 объектов обнаруженных 1 программа удаленного доступа 2 программы шутки 2 следящие программы 41 программа показа рекламы Эвристика обнаружила 578 объектов Программ шпионов 7 Средства оценки безопасности 1 Угроза безопасности 13 Вирусов 3360 Программ вводящих в заблуждение 92 И 33 угрозы безопасности, которые требуют внимания пользователя. Ну и вот сканирование по требованию выдает результаты. Мы видим наименование некоторых угроз Троян, Ген, Троян, Збот, Троян, Файк, Банкер, Клоуд Некоторые объекты не обработаны И требуется внимания. Тем не менее, обнаружение все еще продолжается. Звездочками мы видим, что низкие угрозы безопасности будет выставлено исправить то действие, которое сам Нортон предлагает нам выполнить. И давайте применим все действия. Осуществляется обработка. Нас предупреждают, что сведения о конкретных угрозах будут заполнены после завершения обработки, так как большое количество угроз обрабатывается. В настоящий момент папочка наша содержит на остатке 172 файла. В папке остается 125 объектов. Предлагаю выполнить еще одно сканирование этой же папочки, содержащей наши файлы на остатке, но через непосредственно процедуру Нортон. Дополнительное сканирование обнаружило еще один объект. В виде справки нам предлагается ознакомиться. Риск высокий. Действие с файлом. Зараженный объект. Обработка продолжается автоматическая. Но вот эти файлы как бы обнаружены, но принять решение по ним почему-то программа не может. Требуется удаление вручную. Рекомендуется просмотреть сведения об этой угрозе на веб-сайте Symantec. Исходя из имен данных файлов, я удалил эти три файла, которые система показала как опасные и требующие ручного удаления. Итак, в папке в настоящий момент остается 122 файла. Предлагаю провести еще одно сканирование с учетом репутации. Мы просканируем остатки. Начинается появление файлов. Первый вот уже просканирован и был определен как надежный, хотя его использовало мало пользователей. Итак, сканирование закончено. Всего найденных файлов с угрозами 19. Давайте попробуем посмотреть их более детально. Итак, вот список, который нам предоставили. Здесь имеются трояны, бэкдо. Все ненадежные файлы были перемещены в карантин и сейчас файлов содержится 99 на остатке. Для того, чтобы исключить какие-либо неточности в работе, дополнительно мной было запущено сканирование всей системы, которая состоит из быстрого обновления, сканирование системы, настройки резервного копирования. Тем не менее, обнаружение вредоносных программ продолжается, несмотря на то, что сама проверка пока еще ничего не вывела. Сканирование системы обнаружило 22 следящих кукис, но продолжает работать автоматика. Ну и еще появился список угроз, которые система не смогла удалить самостоятельно по той или иной причине. Сейчас я перепишу наименование данных файлов и удалю их вручную из папочки. Тем не менее, файлов остается в папочке 99, их количество не меняется, а перечисленные 5 файлов, которые система не смогла обработать самостоятельно, в папочках, разархивированных, отсутствуют как таковые, то есть обработка их все-таки была проведена. После выполнения сканирования, которое обнаружило один вирусный файл, автоматическая защита до сих пор удаляет угрозы, предлагается выполнить перезагрузку компьютера, чтобы все функции, все проверочные мероприятия были завершены до конца. Давайте выполним перезагрузку. После проведения перезагрузки, наша папочка все так же содержит 99 файлов. Таким образом, видимо, программа удаляла, находила что-то либо внутри карантинов, либо внутри системы, хотя система не заражалась. Достаточно странно, файлы не убавились. После перезагрузки, через некоторое время работы, я еще раз запускаю сканирование папки, которую выбрал программой, и внезапно появляется сообщение. Устранение проблем безопасности Windows сообщает, что защита от программ шпионов и нежелательных программ отключена, защита от вирусов отключена, сетевой брендмайер отключен. Хотя здесь никаких проблем не выявлено. Пытался подключить дополнительную систему поддержки, которая проверяет компоненты продукта и получил сообщение об ошибке. Error reporting не отвечает. Здесь же идет какая-то обработка угроз уже автоматическая, хотя ничего пока не обнаружено. Со второго раза запускается Norton After X. Ожидаем окончания проверки. Ну, в общем-то, насколько я понял из анализа ситуации, из проверки компонентов, получается, что фактически Windows 8 отреагировала на отключение защитника Windows и на отключение своего брендмауэра, не видя в системе сторонних компонентов. Тем не менее, если посмотреть в панели управления, брендмауэр находится под управлением Norton 360. Поэтому здесь идет какая-то просто раскорреляция совместимости Windows 8 с Norton 360. Они друг друга не видят, или Norton видит, но не видит работу Windows. Тут я сказать не могу. Проверка пока производится, компонентов not тормозится, и процессы Norton как-то что-то притормаживаются. Так-таки, система все-таки у меня и зависла. Мне пришлось выполнять принудительную перезагрузку. Norton перестал отвечать на запросы. После перезагрузки проведенное сканирование системы не обнаружило ошибок в работе Norton 360. Еще раз выполняем сканирование выборочное. Ну что ж, сканирование закончено. Опасных объектов обнаружено больше не было. Все, что можно было сделать, я сделал. Смотрим остаток. Он составляет 99 файлов. От 5846 данные файлы составляют 1,7%. Тем не менее, я просканирую эту папку дополнительными инструментами. Архив проверяется. Остатки проверяются. MCSoft Emergency Kit Опять срабатывает автоматическая защита от угроз. Norton 360. И опять проблемы сообщает центр поддержки об отключенных компонентах. В общем-то, непонятная ситуация с компонентами. Несколько. Сканирование окончено. Из 99 просканированных файлов было обнаружено 68 угроз. Среди них как угрозы. Низкие, средние, так и высокие. Trojan Adware, Trojan Downloader, Trojan Trojan, Riskware, Trojan Win32, Java, Exploit, MultiDropper, Trojan Boxed, Riskware, Suspect, Win2, Downloader, RootKit, MBR, Lock. Данные 99 объектов я запаковал в архив, чтобы потом иметь возможность с ними работать. А теперь давайте удалим все вот эти объекты и посмотрим реальный остаток файлов условно-безопасных. Всего было удалено 63 файла, потому что некоторые объекты были компонентно-составными. И в одном файле находилось несколько объектов. Папка содержит 36 объектов на остатке, которые условно мы можем вычесть из 99. Таким образом, фактически, Нортон 360 не обнаружил из 5846 объектов 63 пораженных файла. Среди них были как угрозы слабого звена, так и угрозы более значимые. Hitman 361, PILD 164, в оставшихся 36 объектах тоже не нашел никаких угроз. Выполнить повторное пересканирование папочки я так и не могу. Вот в течение 12 часов висит вот эта картинка. Остался просканироваться один файл. И никаких изменений не происходит. Просканировано 7902 объекта быстрым сканированием. Ну и один файл так и остается. Выполнить какие-либо еще сканирования я тоже не могу. Ни конкретной папки, ни общее сканирование компьютера после проведенного выполнить невозможно. В разных этапах работы происходит зависание. При этом я пытался проверить программу на качество ее работы через получение поддержки, которая сканирует систему и выдает результат. Но эта поддержка постоянно показывает хорошее качество работы продукта. Тем не менее, флажок предупреждения так и продолжает оставаться. Центр поддержки ругается на отключенный защитник Windows и Брандмауэр Windows. Хотя по идее он не должен предупреждать о том, что произошла подмена. Он должен видеть антивирус, который работает в настоящее время. Тем не менее, предупреждение остается. Здесь же сканирование все нормально. Автоматическая защита обрабатывает угрозу. Это сообщение также продолжает находиться в течение 12 часов. Но я не думаю, что для того, чтобы обработать остатки, которые здесь имеются. Тем более, я очистил карантин. У меня осталось буквально небольшое количество файлов, которые я пытался очистить. Но здесь есть тоже один нюанс. После того, как система была просканирована MCSoft, глубокая проверка всей системы выявила, что несмотря на очищенный карантин, в каталоге Нортон остается папка, которая называется «Карантин», и в которой до сих пор находятся определенные файлы, которые определены как вирусы сканером MCSoft Emergency Kit. Возможно, именно отсюда какой-то файл пытается обработаться, и обработаться не может, ввиду чего и происходят все эти сбои. Более того, могу сказать, что именно флажок о том, что отключены компоненты защиты Microsoft, появляется после того, как появляется автоматическая защита, обрабатывает угрозы сообщения. До этого момента никаких проблем система не наблюдает. Но и сканирование вот тоже провести невозможно. И как и отключить его, невозможно прервать обработку угроз. И вот с этим делай все, что хочешь. Система не хочет останавливаться. Ну, 12 часов остается обработать один файл. Я думаю, что это ненормально. Поэтому я попробую вручную удалить все то, что находится там на карантине, хотя могут быть проблемы, так как данные файлы могут защищаться от удаления. Все-таки это карантин. Теперь, что касается остаточного сканирования. 99 объектов у нас оставалось. После сканирования было исключено еще 3 объекта из данных папок. Таким образом, из 99 файлов 96 были помечены как остаток общий. После проведения отсеивания я могу констатировать, что 33 файла из этих файлов MCSoft Emergency Kit не обнаружила в них никакой зловредной деятельности. Но после пересканирования папок инструментом Hitman Pro в список попало дополнительно в качестве опасных файлов 4 файла. Это 3 папка, файл 51, определен двигателем Icarus, как Trojan Dropper Agent. Папка 6, файл 130, также определен двигателем Icarus, определен Win32 Suspect. Папочка 13, файл 54, определен вторым двигателем, то есть двигателем Icarus, как Trojan Game Shift 32. Тем не менее, почему-то не произошла сработка двигателем Icarus непосредственно, хотя в данном случае они используют одну и ту же систему сканирования. Что можно также сказать и про файл из папки 14, файл под номером 26. Там был обнаружен Advaro N32 Spyware, также определен вторым двигателем MCSoft, и также по идее у Hitman должна была стоять пометка Icarus, потому что одинаковая рабочая среда, но тем не менее, вот такое вот разбитие. Данные файлы в количестве 33 я исключил из 99 общих, таким образом создав папку, где на остатке существует 67 файлов, которые фактически являются угрозами, и добавил сюда, в эти файлы в 67, входит еще 4, которые я перенес из папки с остатком 33, но которые Hitman определил как зловредные. И здесь можно эти файлы наблюдать точно так же. Вот он, файл с Icarus, для того, чтобы можно было проводить какую-то работу и посмотреть запуск этих файлов. Таким образом, я предлагаю для запуска общее количество файлов 67, из них 4 из файлов, которые якобы являются чистыми, по мнению MCSoft Emergency Kit, но тем не менее, по версии Hitman, и в том числе по версии двигателя MCSoft E2, два файла были помечены как опасные. Была сработка. Вообще, очень сложно судить о самих файлах, потому что одна и та же программа с одним и тем же двигателем, но в разных вариациях, почему-то работает абсолютно по-разному. Чистые файлы я тоже решил проверить на VirusTotal, причем просканировать каждый файл по отдельности на текущий момент, чтобы было понятно, что за остатки здесь остались, что эти за 33 файла сами по себе, и почему они считаются незараженными, и насколько эта информация правдоподобна. В результате начало сканирования следующее. Первый файл имеет 13 сработок из 41. Сработки у нас идут из известных антивирусов, можно отметить. Fortinet, K7, McAfee, Norman, Panda, Racing и FBA32. Следующий файл две сработки получил от Dr.Web, как TrionDownloader, и ESET Note32, Win32, GAN Update. Следующий файл оказался чистым, и никаких сработок не произошло на него. И четвертый файл в настоящий момент имеет 4 сработки, McOffice и Trend Micro. Я буду считать, что все-таки что-то в этом файле есть. Следующий файл на проверку из папки номер 2, 153. Четыре двигателя определили опасность этого файла из 41. Среди них McAfee, Trend Micro. Следующий файл 142 из третьей папки. Определяется двигателями Antivir, ESET Note, вероятный вариант, Win32, Dwar, Norman, Panda, Trend Micro, Vipro. Следующий файл 149 из третьей папки. Сработка четырех двигателей из известных McAfee, B32. Файл 248 из третьей папки. 12 сработок из 42. Комодо, ESET, McAfee, Norman, Panda, Resync, Sophos, SuperAntispyver, Trend Micro, Vipro. Файл 293 из третьей папки. Шесть сработок из 42. Аваст, GData, K7, Resync, Trend Micro. Файл 334 из третьей папки. Две сработки из 41. И сейв сработка из ЭХАГ. Ну, уверенности в том, что это именно является трояном, достаточно сомнительная. В положительную сторону вы видите здесь 40 утверждений против 17. Ну, в общем-то, я посчитаю как условно безопасный. Файл 351 из третьей папки. Имеется 9 сработок из 41. Antivir, Avast, AVG, Dr.Web, F-Prot, McAfee, Trend Micro, Vipro. Следующий файл, пятая папка, шестой. Сработка трех двигателей из 42. QuickHell, ESave, Trend Micro. Ну, сомнительно, конечно, я отнесу его как к безопасным. Файл из шестой папки, четырнадцатый. Из 41 двигателя, 7 дают показания о том, что это вредоносный файл. Avast, Bitdefender, F-Secure, G-Data, N-Protect, Trend Micro. Шестая папка, 68 файл. Из 42 двигателей, два определяют вредоносность. Это Norman и Sophos. Файл 539 из шестой папки. Осуществлялась проверка. 42 двигателя не подтвердили наличие в файле жгода зловредного. Но из комментариев тут вот следует, что это не зловредная программа, а является командной строкой компилятора Visual Basic. Исключаем. Файл номер 6 из папочки 9. Один двигатель из 41 дает сработку, это VBA32. Исключаю данный файл. Файл номер 31 из 10 папочки. Проверка показала, что ни один из двигателей в данном файле ничего зловредного не обнаружил. Исключаем. Файл номер 42 из 11 папки. 12 сработок из 41. Из значимых коммода. Неклассифицированная зловред определяет. E-save, f-prod, k7, mccoffee, sobhos, trendmicro, vipro. Файл 103 из 12 папки. Данный файл был определен 5 двигателями из 41. Можно выделить E-save, panda. Ну, я думаю, что все-таки исключу его из общего количества. Тут и рейтинг тоже об этом говорит. Десятый файл из 14 папки. Два двигателя из 41 сработали. Это DrWeb, tryonfakealert и esetnode32. Файл 11 из 14 папки. Сработка одного двигателя из 41, и это DrWeb. ToolDownloader28. Ну, не знаю, я все-таки уважительно отношусь к этому вендору. Не могу сказать, что есть желание у меня исключить данный файл. Я все-таки буду считать его опасным. Файл 19 из 14 папки. Единичная сработка. Sophos. Исключаю данный файл из общего количества. Файл 67 из 14 папки. Всего 9 сработок из 42. DrWeb, McAfee, Norman, N-Protect, SuperAventis 5A, TrendMicro, V-Robot. Файл 9 из 15 папки. Из 42 двигателей 6 дают сработку. Commodore, DrWeb, ESetNode32. Как вариант, Win32 предлагает McAfee и TrendMicro. Файл 34 из 15 папки. Реакция четырех двигателей из 41. Випр, TrendMicro и Save, DrWeb. Файл 39 из 15 папки. Сработка 8 двигателей из 41. Antivir, DrWeb, McAfee, Norman, Sophos, TrendMicro. Файл 59 из папки Mebrut. Единичная сработка из 41 двигателя, Sophos, исключаю. Файл 133 из папки Mebrut. Единичная сработка из 41 двигателя и также Sophos, исключаю. Файл 148 из папки Mebrut. Также единичная сработка из 40 двигателей сработал Sophos, исключаю. Файл 26 из папки Mac. Ни один из 42 двигателей в данном файле ничего не обнаружил, исключаем. Таким образом, из папки с остатками, в которых содержится 33 файла, фактически чистыми полностью являются около 11. Остальные в той или иной степени являются по версии VirusTotal файлами, либо сомнительными, либо имеющими заражение. Тем не менее, вот эти 33 файла я исключаю, можно сказать, 29, грубо, потому что 4 файла я все-таки возвращаю в папочку, добавляю их для того, чтобы проводить запуск. Автоматическая угроза продолжает что-то обрабатывать, что именно выяснить не представляется возможным, так как журналы молчат.